Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Добрый день, добрый день. Программа «Сделано в ветке». Сегодня, правда, ведёт её не Владимир Сметанин, как обычно. Мы уже говорили, сообщали, что Владимира в семье произошло знаменательное событие. У него родился сын. Ещё раз хочу пожелать новому Владимировичу прекрасной, счастливой, долгой жизни в отличной стране. Поэтому сегодня у микрофона буду я, Николай Голиков. А в гостях у нас уже по традиции в этой программе Евгений Альбертович Петунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук Вятского госуниверситета, президент Вятского ретро-клуба. Жень, добрый день. Добрый день. В последний раз мы тут сидели втроём в студии и говорили как раз про такую часть нашей истории, нашей жизни. Да, такую уже забытую, как кассетная, катушечная, мы говорили про катушки, да, про катушечные магдафоны. И пообещали, что сегодня мы перейдём к следующему, так сказать, этапе развития этой техники, к кассеточкам. И у нас в студии, помимо Евгения, ещё прекрасный кассетный магдафон, да, весна, слушай, прямо такие чувства нахлынули, когда увидел, бывало ходил с таким, да. И набор, так сказать, кассет, которые были, но уже кассеты такие более современные, конечно, не те, которые были в самые такие советские времена. Да, потому что, когда появились, я помню, первые вот эти наши отечественные кассетки, да, конечно, было ощущение такое, что это тупиковый путь развития магдафонной техники, потому что звук был очень такой узенький, ни низов, ни верхов, ничего. Но зато это была транспортабельная штука, с ней можно было выйти из-за город, и можно было устроить пикничок, и музыка была с тобой. За это мы многое прощали. Ну что, Жень, когда в Киров пришли первые кассетники? Да, это уже была другая эпоха, это была эпоха уже музыки, ну, скажем так, Чингисхан, Цой, первые советские. Начало 80-х, получается? Ну, первые пришли, ну, я еще в момент, секунду хочу все-таки поздравить Владимира Сметанина, но вот так про себя подумал, ну, рождение сына, это хорошо, но вот я тут думаю, мне бы тут прадедом бы не стать бы. У каждого свои, как говорится в фильме, у каждого свои киростатки, да? Время летит неумолимо. Время летит, что делать. Хорошо, первые осетние им. Слушай, опять же, говоря вот о том мальчишке, который у Вовки родился, да, вот если ему, когда он вырастет, будут рассказывать, показывать эти вещи для него, это, наверное, вообще будет какая-то страшная история. Да, да, живем, пусть в музей приходит, я ему все покажу и расскажу. Да, он в записи даже посмотрит эту передачу. Мы говорили о тушечниках, это был целый пласт эпохи, но это в основном 60-е годы и первая половина 70-х. Вот где-то года 72-го, после изобретения компактной ассеты фирмы Philips, стали появляться первые магнитофоны ассетные. Ну, слушай, вот я просто заглянул, что-таки ради в Википедию, написано, что Philips первую компактную ассету выпустил вообще в 63-м году. Да, но магнитофоны стали доступные по цене, и у нас, конечно, не мудрство, а лукаво, у нас копировали с Philips первый магнитофон, назывался он «Десна». Это был аппарат «Десна», «Десна», потом клон был его спутник, и клон его был первая легенда. Вот это был аппарат размером с ирпич, ой, большой и весистый ирпич, продолговатый аппарат, открывалась непрозрачная крышка ассетоприемника, ну, что про него можно сказать, звук, и он издавал. Ну, да, вот я почему-то говорю, что когда увидел первый кассетник, то было ощущение, что он что-то там звучит, не всегда было даже понятно. Что-то там шебрачало, можно было даже различить, что поет кто там. Ну, очень примерно. Десна группа, но вот поэтому на фоне, конечно, уже совершенных и относительно хорошо звучащих отушечников это считалось игрушкой. Вот, но, тем не менее, шло время, и стали появляться уже довольно неплохие аппараты. Первый, широко растиражированный и любимый многими поколениями, это был аппарат электроник А322, многие его помнят. Вот, аппарат сразу наводнил и сферы студенческих общежитий, попал он на струеотрядов и отусов, и на мероприятия в турпоходы, вместо приемников стали брать магнитофоны. И вот недавно попалась интересная статья, где-то в соцсетях, там, урсанты военного училища вспоминали, что вот они в складчину упили эту электронику, а почему-то вот в армии нельзя было, я до сих пор не понимаю, видимо, пропаганда, идеология, нельзя было иметь такой аппарат, они в стене ирпичной выдолбили специальную нишу, где хранили много лет тайно вот этот осетный аппарат. Там, вот я, насколько помню, я в конце 70-х служил в армии, у нас тоже был магнитофон, но, правда, был катушечный, да? И там не то, что было его нельзя, да, то есть его было можно, но в определенное время, а сам понимаешь, раз он есть, то хочется как можно чаще, вот, поэтому, как бы, его хранили, считалось, что официально он хранится под запором в каптерочке в течение дня, а вечером его можно было взять и потом положить на место. Да, под контролем. Да, под контролем. Естественно, что мы делали так, что он все время находился где-то там, немножко тоже в спрятанном виде, не потому, что нельзя, а потому, что в это время было не положено, вот так вот, скажем. Ну, правильно. Товарищ прапорщик, можно телевизор посмотреть. Смотри, смотри, а не включай. Ну, да, примерно так же. Мы тоже говорим, да мы же его не включаем, он так просто стоит, зачем ему прятаться в каптерку. Понятно. Ну, вот эти сетные аппараты где-то уже ближе к концу 70-х начали уверенно появляться в быту. Стали они практически звучать из каждого на студенческих общаг, там где-то вот практически и в семьях появились в качестве второго аппарата уже, на даче можно было носить и все. И тому же сразу облегчилась участь перезаписи, то есть не надо было тащить 25-ти килограммовый чемодан, когда маленький такой, ирпичи, ну, ирпичи это были первые, потом были с небольшой портфельчик, это и аппараты, вот. Единственное, что тормозило, магнитофоны стали появляться, но, кстати, их не носили на плече, это уже поздний вариант был, хотя во многих передачах ошибочно показывают электронику на плече. Носили в руке и обычно размахивая этим аппаратом. Единственное, что тормозило, это отсутствие сет. У нас, конечно, две фирмы производили, это Славич и Свема, вот не помню, Тасма были ли сеты, но они были на 60 минут. Назывались они А60, я вот поискал у себя в запасе, не нашел им А60, нашел вот нашу отечественную, уже сету из поздних, на 90 минут. Ну, почему они были плохие? Потому что обычно писали пластин, пластин звучало 45 минут, влезало на одну сторону, а тут получалось не то, не сё. Не то, не сё, поэтому я их не любил, что диск не входил, с обороткой, потом в следующий уже не входит, там обычно какая-то дописка ерундовая, и получалась трата денег. Поэтому, к тому же, они были, скрипели, они рвались, вот, и сейчас везде выкладывают фотографии, говорит, что Алата не поймет, ну, это я там цитирую, что сет и рандаш, что это такое, а это, оказывается, когда магнитофон разматывал сету, то надо было, если удалось его достать, надо было воткнуть рандаш и скручивать вот такую... Карандашом крутишь, то есть, проверяешь, чтобы не перекрутили её в узелок. И вот, ночами, в 60-е годы, зная два города, люди ходили с гитарами по Тербурскому проспекту, да и везде по нашему городу, и на смену этим гитарам, которых всё равно большинство не умело, в принципе, играть, появились осетные магнитофоны, которые уже стали и по цене доступны, но, тем не менее... И подольше работать стали, самое интересное, что батареек надольше стало хватать, да. Больше, чем у переносных тушечников, но единственное, что вот сейчас смотришь, ну, примитивные аппараты, там, десяток транзисторов, ой-нибудь простень и моторчик, там, лента протяга, там, из пластика, и стоило, ну, полторы-две зарплаты средних, вот по тем временам, 220 рублей где-то, 200, вот сколько, имеете, 130, то есть на моей вот этой весне, 190 рублей, представляете? Это 76-й год, 190 рублей, это очень нехилая была зарплата, тем не менее, вот я принёс мой любимый аппарат, он один из самых лучших, вот даже по всем параметрам, это весна 305, кто в теме, тот представляет. Ну, опять же, Жень, я и в тот раз говорил, что в то время система кредитная была очень простая, то есть прошёл в бухгалтерию, брал справку, приходил в магазин, платил первый взнос, там, первый взнос был меньше, конечно, гораздо, и потом у тебя и зарплаты тихонько вычитали, банк же был и один, и государственный. Ситуацию всегда была, контрситуация, которая заключалась в том, что хороших осетников в продаже не было, вот я помню, в Ирове на всех прилавках лежали малопригодные эксплуатации легенды, 404, это такой ирпич, здоровый продолговатый аппарат, который никто не брал, их потом уценяли, они всё равно лежали, вот мне напоминает, что в принципе первые сотовые телефоны, они размером были не намного меньше, и в таком же оженном футляре эти осетники. И тут внезапно наступило нечто сказочное у нас в городе и в стране, наверное, но вот в Ирове, мы уже преодолели Олимпиаду, уже из всех осетников звучал Чингисхан, самурай там и прочие известные хиты, уже стали писать... Москау, Москау, да, вот это эпоха осетников, уже стали писать первые, первые магниты альбома машины времени, это у дверей заведения народоскопления, топтания пары и т.д. Это первого БГ, ранее вот это уже была эпоха осет, но вот мучились, писали на наши, и тут в один прекрасный день, не знаю, кто первый, видим, в анналах истории не осталось, но кто-то утром подошёл Иос, тогда ещё не Роспечати, а Союзпечати, и обомлел, и не поверил своим глазам, потому что он увидел, что во всех Союзпечати продаются импортные осеты, которые... 90-минутные! 90-минутные, причём были хорошие бренды, Масвелл, ТДК, Басф, позже появился Сони, Агафа, и вот я принёс, вот все они передо мной, вот примерно с той эпохи, которые, вот у меня раз, два, три, четыре, пять видов осет, вот которые примерно лежали, и стоили они, это была фантастика, 9 рублей, но это не самая дешёвая цена, ну, учитывая, что, например, равнозначная по объёму тушка магнитофонная, вот круглая тушка по звучанию на 40 минут сторона, она стоила 5 рублей 50 эпе. Осета же, но фирменная, фирменная, она писала великолепно, стоила 9 рублей, и казалось, вот это после, ну, перед Олимпиадой и Весплесс стали появляться товары, стало появляться много того, чего раньше не было, но казалось, что это будет всегда и будет вечно, люди бросились вначале запасаться, проходит неделя, другая осеты не иссякают из продажи, они везде, а что казалось, вот, казалось, причина проста, что в Польше жили хорошо в начале 80-х, а потом появился профсоюз солидарность, возникли забастов, и возникли там у них социальное напряжение, и стали они жить плохо, но Польша заключила антрактов, множество антрактов с разными западными и восточными странами на товары, видимо, а платить не могла, и обратилась за помощью в СССР, что вот мы, в частности, упили осет, немеряное количество, но вот, осет, сами понимаете, ситуация предреволюционная, поэтому не могли бы вы, но у нас, видимо, быстро приняли решение спасти братскую Польшу, и поэтому осеты быстро упили, хотя вроде у нас... Польшу вроде в итоге не спасли, правда, но... Да, ни одно министерство раньше не задумывалось, а до этого, вот не поверили, ну, наверное, вот, ты-то поверишь, каждый слушатель поверит, что осеты продавались у спекулянтов, у вратцовщих, вот, примерно тех же брендов, та же фирма, 25 рублей в среднем можно было упить, ну, дешевле можно было, но вот до 25 джинсов 200 рублей, 10 осет, блок такой небольшой, блок осет, он стоил примерно, сколько фирменные джинсы, 80-е годы, а на него влезало это 45 минут умножим на 20, сколько там будет всего-то, то есть сейчас на один MP3 диск войдет гораздо-гораздо-гораздо даже на порядок и больше музы, чем тогда осеты, они же были, они же были вот приятно брать, это вот обложь, это вот само оформление, они становились все лучше и лучше, и потом наступил какой-то момент, раз, и они исчезли, и люди, которые уже говорят на вет и раскатали губу, там вроде казалось, что это будет всегда, и потом ходили слухи, перезванивались, слушай, я этот проезжал тут где-то, мне сказали, что в селе Расном есть какой-то ларё или магазинчик, и там осеты, я бросаю все, у меня обед час, вот я прыгаю в автобус и я мчусь там куда-то в это село Красное, чтобы там последнее, они есть еще, нет вот последнее там. Ты в село Красное, я в Мурыгино ездил, но меня не обманули, я купил там еще пять кассет. Но я ездил куда-то в Уни за этими Алон С-90, еще не С-90, 35АС, вот, но тем не менее, вот таким образом доставали, они снова стали предметом спекуляции, но тем не менее, на полках уже у многих меломанов, конечно, уже стояли и большие солидные колесы, подписанные мелким шрифтом, красивень, это... Ну, тогда же, видишь, магнитофонами стали завозить уже и просто... Значит, задавали, когда я винился, да, и задавали этот вариант на кассете, фирменной кассете, она стоила гораздо дешевле пластинки, то есть, условно говоря, новый диск там 8.0 стоил, там, кассету можно было взять за три. Отличное качество, оформление, все полностью, полиграфия прекрасная, вот такие кассетки у меня долгое время хранились. Вот самое интересное, что и сейчас оказывается, есть целые люди, есть целое сообщество лекционеров кассет, которые переписываются, скупают, понимают толк в любых мельчайших там отличиях, различиях, и интересно было вчера пройтись по таким специализированным сайтам, посмотреть на вот всю эту эпоху. Ну, конечно, было ощунственно рутить сеты на советских переносных магнитофонах, которые жевали плен, которую приходилось рандашом сматывать, хотя там, ну, там у Цои было в нашем сетне, кончилась пленка мота, я полагаю, что это лавиша и перемотка, а не карандашом. Но вот наступило время, 82-й благословенный год, когда раз и появились первые стационарные сетные магнитофоны. Они, конечно, бывали и раньше, настольные, типа, томи там, и это еще, которое можно было не носить. Ну, тогда же стали делать вот эти комбайны, помнишь, вега, не помню 100 какая, там прямо, да, уже вместе с дарточком неплохим, очень низко, и кассетничек. Но это все были недели, вот мы привыкли, это аппарат, который такой стоит на пол, и спереди ставится ассета. А у нас были и это вот, ну, в принципе, и ранее на Западе, где сверху вставлялась ассета, где в видеомагнитофон М12. Надо сначала большую крючку открыть, потом сверху поставить, что-то вот такое, и они, ну, в принципе, они тоже издавали звуки, но особым успехом не пользовалось. Фурор же произвел легендарный, легендарный, моя А233, когда он появился, то у всех, конечно, это первая советская модель, ну, завозили и фирменные аппараты в березках, там, можно было упить все, и не заходя даже в березку, там, за... Ну, рядом. За чей рядом, возили фирменные аппараты, шарапы, маронсы, айвы, там... Это книг все были, я помню, в Кирове, дуалы были. А тут первый маяк, появился совет, и мотор у него был один, но он был размером чуть поменьше мотора, который ставили в стиральную машину вятка. Вот не автомат, это вот... Ой, хороший улак такой был мотор, огромный. Конечно, мотор, он тоже издавал определенный звук при вращении, были два стрелочных индикатора, и вот такой огромный маяк, и вот цена его... Ну, не Олимпо, не 1675 рублей, но где-то он рублей 300 стоил, но, слава богу, всегда в СССР сборка подводила, и поэтому очень скоро на улице Ленина в Юном Технике появились мои индиционные по 100 рублей. Вот их брали, быстро ремонтировали, они были примитивны. Табуретка, они тоже жевали плен, но вот у многих стоял там, даже у известных меломанов стоял виниловый проигрыватель электроний B1-01, магнитофон электроний ETA-1003, там усилитель какой-нибудь амфитон или Бриг, это уже предел возможностей. Алон С-90, и стали появляться подобные мои... Но это было лучше тогда, что было в кассетной технике. А потом, потом, потом уже... Но случилось то, что должно было случиться, во всем мире стали появляться хорошие стационарные аппараты, но не наш Маяк, а уже очень профессиональные, в том числе и двухкассетные, но производители переносных тоже поднатужились. К тому же сейчас наступила эпоха, не сейчас, конечно, тогда, когда в негритянских, говорится, гетто, люди стали не только там бить мордой друг к другу, стрелять друг к другу и резать друг к другу, а стали выяснять отношения другим способом. То лучше станцует брей, там, станцует хип-хоп, там, и что-нибудь еще покажет, там, на асфальте рутуэ. Ну, тогда это был брей, конечно. Поэтому возникла музыка негритянских кварталов, и появились в НС-70-х огромные аппараты, которые стали называться гетто-бластеры, то есть сносящие гетто. Первый аппарат просто, видимо, люди из подобного квартала сделали, взяли обычную автомобильную магнитолу, крутили с отчим пару колона, видимо, какой-то эмулятор, все это притащили, оказалось, ура-ура, мобильный, мы очень хорошими, поэтому вот после этого стали появляться вначале там, а потом и просачивались и сюда, тем более просачивались не только через березку, вот тогда стали, видимо, воевать в Афганистане, и оттуда военные, в том числе, особенно офицеры, они повезли хорошие Шарпы, хорошие там, это Националь Панасони и прочие бренды, вот эти вот огромные гетто-бластеры, вот у меня есть Шарп 94-94, привезен из Афганистана, очень хороший друг мне подарил его, за что я ему весьма и весьма признателен, вот динамик и 18 дюймов, конечно, я вот, ну, театральную, эта площадь, если не всю, то, по крайней мере, танцевать нельзя, но музыку услышать, если я в политехе не поставлю, то вот такой мощности аппарат. Ну, конечно, потом уже дошло до самых гигантских, это самый знаменитый, это Шарп 377, это 4 динамика, было даже 5, вот он был длинной метр примерно, высотой полметра, вот такой аппарат, ну, считался переносным, но переносить можно было только из кухни в комнату, наверное, его, но тем не менее, не гриб писали. Условно говоря, с девчонкой, с таким аппаратом в руке не погуляешь, это точно, да? Нет, это было, он стоил за предель, да и сейчас они стоят, и аппараты, посмотришь на Авито, где-то вот пределах тысяч 30, наверное, они пользуются спросом, это до сих пор, культовые аппараты, есть города, где ежегодно проводят фестивали магнитол, например, в Минске проходит великолепный такой фестиваль, когда люди со всего города свозят свои аппараты, проходят онкурсы на лучшее звучание, лучший дизайн, на самый редкость, на самый старый, вручаются призы, вот было бы здорово, конечно, попробовать и в Ирове, есть люди, которые понимают то в этом деле, судя по иногда даже отдельным продающимся аппаратам, которые расхватывают в лед, вот, и наступила вот эпоха, у нас тоже попытались, конечно, попытались что-то подобное сделать, но что у нас получилось, самый, конечно, продвинутый аппарат был это Арго, 004, он же Берестия, это такой, я его не помню, чемодан такой здоровый, чуть-чуть ромнее это был отличный аппарат Азахстан-101, после него появилась Медео-102, вот, на мой взгляд, уступала в дизайне, ну, может быть, не в звучании, но еще в Симферополе поднатужились и вместо переносных отушечных магнитофонов в Дельфин произвели очень симпатичную такую магнитолу, у нас называли гетто-бласт, почти такой недо-гетто-бластер под названием Орианда-203, вот, с большими динамиками, когда-то, я помню, еще в газете Вести ездили на корпоратив за город, вот, там не было музыки, у меня случайно рояль в кустах Азала-Серианда через, запустил, озвучил целую вечеринку, ну, вот, шарпа тогда не было, вот, и аппараты стали не просто предметом, чтобы бросить остров, где-то под дождем забыть у палат и по им-то там этим туристическим, разухабистым делам, а они уже стали ценностью, они стали стоить денег, они стали предметом рационирования, и вот... Ну, согласись, они звук давали уже вполне приличный, так что... Ну, а следующий этап уже, конечно, тут стали пытаться делать ему не лень, появились разные прочие и тайс, и аппараты, которые... Вообще тут без слез нельзя смотреть. Если были там... Если была Айва, то была это Айва или по... Не по Носони, а что-то там... Ну, там меняли пару букв, да, обычно, я помню этот период, когда их было очень много. И был-то... Ой, рынок... Обычно продавали где-то ведь в специализированных магазинах, вот, а тут везде вот рынок... Ой, открытый был УЦУМа, и там смотрю... Ну, не Лосони, даже не помню, ой, это... Вот эти Айва вот огромные, пустые внутри, но по виду вот огромные гетобластеры, которые, может, даже и звучали, продавали там вообще... Они звучали, как ни странно, просто они работали недолго. Еще с огоньками, паперинами... Все было очень красиво, так уж, конечно, китайцы постарались от души. Они, в принципе, имитировали нормально все, но, к сожалению, работали очень недолго, потому что, видимо, собирались из отходов фирменного производства. Да, вот, тем не менее, может, даже у кого-то и живы бывают, но это баловство. Но вот наступали 90-е годы, и на смену серебристым, большим плоским, таким чемоданообразным гетобластерам пришли уже приземленные, из черной пластмассы магнитофоны сетные, которые стали называться бумбоксы. Бумбоксы. Это уже звучащая бухающая коробка, вот, если в вольный перевод такой. Но она реально была бухающая коробка, там, за счет того, что низких частот стало больше, добивались того, чтобы стало больше. Мегабасы разная и прочее. Конечно, электроника стала более совершенной уже, стали появляться и двух осетней, и вот первый был Шарп-3-5, знаменитый, легендарный Петал, но потом это распространилось, и открыли границы, и вот на смену нашим увесистым, живучим, неубиваемым советским осетным магнитофонам хлынули, хлынул дешевый ширпотреб, который в народе стал называться Балалай. Вот, а у нас, кстати, вот отличные бренды. Весна, вот, вот, передо мной одна из первых. Это вот весна, которая телевизор, она вообще живая? Да, живая. Живая, а там кассетка-то есть на таре? Батарея нету, я сейчас вот торопился, не нашел, ну, обязательно мы ее послушаем, вот, а весна, они стали и двухосетней, и вот увесистые, уже две встроенные колонны по бокам, они очень прилично звучали, были у нас и электроны, и хорошие, вот, появлялись магнитолы, но все это убило, вот, появление огромного количества дешевых китайских Балалай. Вначале еще были хорошие бренды, а потом там-то ой, охлынуло, что. Вот, и они сейчас, наверное, у кого-то есть, может быть, в качестве приемника с отломанными антеннами, с воткнутым узком провода вместо антенны где-нибудь на дачах с помятыми грилями, то есть решетками динамиков. Да, в принципе, у некоторых вполне неплохом состоянии, даже с какими-то кассетками рядышком иногда люди там просто панзают. сейчас где-нибудь вот на таком вот аппарате на магнитол и слушают, может быть, и нас, хотя эхо можно слушать на импортном аппарате, на советском уже не послушаешь, но живы, живы, живы. Но вот, что удивительно, вот эти будут бомбосы, они не получили такого трепетного отношения, и из них не стали делать такого культа, из гетто-бластеров, они не стали объектами лекционирования. Ну, я думаю, небольшая пауза, да? Да, ты правильно думаешь. Небольшая пауза, идем на рекламу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сделано в ветке. Ну что, мы возвращаемся в студию. Программа «Сделано в ветке». У нас, как обычно, в гостях Евгений Бертыч Петунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВИАТГУ, президент ВИАТСКОГО ретроклуба. И мы продолжаем разговор о магидафонной технике. Сегодня мы говорим о кассетниках. Да, вот как раз мы тут в перерывчике повертели такую интересную штуку, которая, мне кажется, не такая, но какая-то похожая была в свое время у каждого вятского журналиста. Это такой маленький плеер, он же диктофон, он же, не знаю что, он же магидафон с наушниками, все что угодно. Да, это еще одна грань, еще одна грань сетников, которые стали входить не только в предметы развлечения, но и в профессиональные принадлежности. Одновременно стали уменьшаться и бытовые аппараты, но когда люди стали смотреть западную хронику, то с удивлением стали замечать, это еще в 80-е годы, что почему-то западные журналисты, они оказывается работают не с благо, но эти рандаши у нас в СССР, а подсовывают подносы, интервью, какие-то небольшие коробочки непонятные, да, и с счастливыми милициями все это слушают. Оказывается, это вещь, которая называется диктофон, это такой совсем маленький микро магнитофончик такой, но все больше знают, конечно, если отвлечься, то плееры. Это был еще один шаг, когда всем хотелось слушать музыку, вот, а плееры, он совсем-совсем маленький, ассетный, ну, у многих, наверное, сохранились, многие пережили, совсем маленький, они были не только на стандартных, они были на микрокассетах, вот на этих, на маленьких. Их меньше, но обычно на стандартных, и музыку можно было слушать наушники, поэтому возникло очень хорошее времяпровождение, даже не было гаджетов, телефонов, там играть, и вот и в метро, и где-то в дороге, и чего-то, можно было заткнуть уши наушники, стало появляться, стало, чтобы прослушать объем музыки, надо было иметь гораздо больше, чем этот аппарат, вот, и то же самое, в машинах, где-то с 80-х годов в порученные вошли автомагнитолы, которые, это же вначале страшно зажевывали, портили, но тем не менее, вот, и многие помнят еще эти прилавки в магазинах, когда заходишь куда-нибудь в эти товары молодежи, или дом быта, и смотришь там огромные, это и витрины, вертикальные справа, например, эти лежат CD-диски, а слева сеты, там, штабелями, их стали записывать уже профессионально на студиях звукозаписи, наклеивали на сету, там, что-нибудь, соответствующее, обычно соответствующее изображение диска, и можно было выбрать от шансона какой-нибудь, да, довольно там, интересной музыки, на сету, на любой вкус, даже не заморачиваться, выбор был огромен, а потом это раз, и в одночасье вот это все исчезло, ну вот, вначале появились, скажем-то, плееры, которые стоили относительно дешево, доступно, и поэтому, вот, каждый себе уважающий тинейджер, даже в школе, он обладал-то им плеером, слушал, потом уже на смену пришли плееры CD, а потом MP3, и все такое, ну, ассетные, они звучали, вот, на мой взгляд, намного лучше, но тем не менее, и в нашей работе, в журналисте стали появляться-то и аппараты, вот я помню, был один вот на ГТРА, и в свое время даже тележурналисты, они работали так, что был такой огромный магнитофон, атушечный или ассетный репортер, который тоже был размером с хороший, с хороший ирпич, или даже там с 4 ирпича, связанных вместе, вот представьте, и по весу чуть поменьше, наверное, был шнур и был в руке микрофон, вот, а если куда-то ездили на ферму, то обычно, вот, я вот, когда работал на телевидении, редактор держал этот микрофон, а тут был осветитель, а за мной стоял оператор с магнитофоном, следил по индикаторам, пострелил там, чтобы все там писалось правильно, и где-нибудь на ферме, в лужах навоза, вот все эти провода, все это, конечно, было там разбросано, размотано, и потом и осветители с мрачным видом все это сматывали, вот, и поэтому поначалу у кого-то на нашем еще не было ни огорода, на ировском телевидении появился первый японский диетафон, и это можно было не мотать провода, а с небрежным видом подсунуть под нос, вот это, и качество звука было очень приличное, а потом кто-то мне сказал, что кто-то привез, кто-то где-то продает, и очень срочно продает, такой же диетафон Националь Панасони, он еще был побольше обычного плеера, даже с индикатором, встроенным в кожаном футлярчике, стоил он, да, с месячную зарплату, мне даже пришлось срочно поднапрячься, занять деньги, я прибежал и упил этот диетафон, который работал от 4 батареи, но на следующий день в газете «Томсомольс» и «Оплеме» я был ролем, потому что большинство писали, и только был маленький переносной сетний у ответственности «Томсомольс» он слушал музыку из своего рабочего стола, а я уже мог там прийти и любого уже продвинутый западный журналист проинтервьюировать, потом с этой, это, конечно, очень убыстрел, вот, а потом все стали где-то доставать, в продаже их не было, где-то брали с рук, и вдруг наступило такое время, когда у нас фирма «Электроник», она поднатужилась и выпустила вот такой же наш отечественный диетафон, он был побольше, и вообще это миниатюрный магнитофон, и вот они появились, новый магазин, тогда был такой модный и популярный, это товары молодежи в конце улицы Московской, вот, я помню, туда приехал упить маленький осетничек, и там стоял в очереди будущий журналист, тогда еще просто поэт Михаил Вихин, который, значит, за 200 рублей покупал вот такой диетафон советский. Скорее всего, он до сих пор пользуется, кстати. Электроник серого цвета, такой увесистый. Ну вот, и, конечно, последний шаг, который еще причастен осетам, это появление музыкальных центров, и это попытки были сделать и у нас, но 80-е центр музыкальный, это представляли, это огромный стол, такой плоский, вот, огромная крышка шириной полтора метра рвалась, там проигрыватель и какой-то магнитофон, это вот типа Вега-115, Вега-117, это там, Романтик-115, вот, или отушечный. У меня какая-то из этих век была одно время, я сейчас не помню. Могу подарить, еще у меня лишнее есть. Спасибо, пока не надо. Сам выноси, мне ее тащить. У меня просто места сейчас нет. Здесь на Эхе поставится. Надо Эху подарить. Тогда у вас у Эхо будет какой-нибудь юбилей. В декабре юбилей будет очередной, поэтому подарки будут приниматься. Пусть слушайте, даже с кассетами подарю. И потом, когда появились магазины, а первые магазины у нас импортные электроники появлялись магазины, и это подвалы в каком-то этом подвале общага сельхозадемии на Октябрьском, там эти трубы, которые парили, капалось с них, и там телевизоры, и вот эти мус-центры продавали. Потом где-то знаменитый был магазин, там, по-моему, Sony продавали. Sony, Samsung были магазины у Морга, там вот открыт на Менделеево мы там участвовали, там создали. Там были телевизоры в основном, но были и музыкальные центры тоже. Утюза, Утюза, а потом уже стали в доме, и вот эти мус-центры и поначалу ходили, а деньги раз обрушились, это был 91-92 год, и когда заходишь там, смотришь там, мус-центр, 2 миллиона 500 тысяч стоит. Слинки текли, я помню, да. Центры, тогда уже прочные вошли быт компакт-кассеты, но они примерно вот нос к носу шли, диски с компакт-кассетами уже шли нос к носу, поэтому большинство мус-центров, они состояли вот сверху, был тюнер. Четыре коробки, там тюнер, одна двухкассетничек, одна для CD, для, ну, потом уже для DVD еще стали делать. Это все было очень грамотно, звучали они хорошо, но не на столь, но все-таки, и вот даже хорошие у меня сейчас-то в музее два, их мус-центра, и все-таки я бы предпочел бы хотя бы вот отличный, настроенный советс-усилитель БРИК или ОРВЕТ, вот, или какое-то подобное, хорошую ОСТИ, а не с 90, но хотя бы там Амфитоны 22 или там от симфонии и это, и звук с нашего отечественного сетни, а у нас были хорошие, даже дошли до первого класса Вильма 104, был великолепный наш аппарат, но их никто не покупал, потому что они стоили запредельно, это все-таки изобьет любой, любой такой доступный японский и даже мус-центр, хотя звучали очень хорошо, на фоне, вот, конечно, наших балалая, у нас пытались сделать что-то подобное, недавно достался такой аппарат, называется ОМЕТА 225, он стилизован был под мус-центром, но там был всего лишь, сумели втиснуть один осетный магнитофон, и вот, и отдельно, вот это был уже закат, конечно, потом в массе огромных магазинов Эльдорадо, там, квадраты, и же с ними, которые там были, которые ушли, которые не ушли, остались, можно было гулять там по полчаса, смотреть эти мус-центры, они стали все более, вначале были строгие формы, черные, и это потом становились все более ляпистые, и это эти, лон с раструбами, и это там индикаторы под свет, это не означало, что они звучат лучше, а потом в один прекрасный там год, даже не день заходишь, смотришь, ба, нету, есть только эмалин, и в центре в нем только радио, и даже не сиди, MP3 диск, нету, осеты, это все исчезло, и потом мне что-то понадобилось у даты попасть, вот, надо было осет, и я еще не знал, что эпоха их прошла, я метнулся в какой-то магазин, мне сказали, вспомнил, пардоньте, нету тебе, не пользуемся, единственное, что я скупил мир, осеты, диктофоном я пользовался, доработал еще, еще не бросил журналистику, это было года, три назад упорно писал на осету, по своему менталитету электронному, не мог привыкнуть, и сейчас вот с удовольствием, иногда дома слушаю осеты, лекционирую, вот недавно, не поверите, вышел приятель гулять с собакой, где-то в районе, 1 мая во дворах, и говорит, слушай, вот тебе может надо там, кто-то только что вынес этот осетний совет, и прямо уратно сложил на антеннер, целую эту самую, мешками там, осеты, и это, я глянул, осеты фирменные, он глянул там, читает бас, в ТДА, масел, я говорю, никуда не отходить, сейчас еду, и я помчался, загреб, и вот, ну, такими способами, да и дарят, вот сейчас, даже у вас девушка, на их и Москву, мне обещала подарить, поэтому будет пополняться, а то осеты слушают до сих пор, а то из этой эпохи, он никогда от них не откажется, и никогда эти осеты не заменят уже и другие музыкальные носители. Ну что ж, на этой грустной ноте, на закате, так сказать, наши кассеты, еще жизнь не заканчивается, есть много, много нашей техники, и мы еще о чем-нибудь поговорим. Мы еще, конечно, будем говорить, а сегодня мы пока, вот, как бы, тему кассетных магитофонов закроем, Жень, спасибо, все было, как всегда, интересно, до новых встреч, в программе, всего хорошего. До свидания. До свидания. Сделано в ветке.